Всем привет дорогие друзья! Один из подписчиков моего канала под ником Сергей Васильевич обратился ко мне с просьбой. У него в ближайшее время день рождения. Кстати да, Сергей Васильевич поздравляю тебя с днем рождения. Я не знаю как наступившее, не наступившее. Ну в общем-то с днем рождения я тебя поздравляю от своего имени и от имени всего канала. И вот, да, ты попросил меня, чтобы я объяснил как легко научиться ездить задом на автомобиле. Да, это для многих проблема действительно оказывается. Многие перед нам ездят нормально, а как только необходимо где-то сдать нормально задом, то это целая проблема. Сегодня я вам расскажу как это просто делается. Кстати это относится не только к движению задом, а и для новичков, для того чтобы очень хорошо чувствовать габарит. Это очень простое упражнение для любого автомобилиста. Я так учил многих людей. По моему опыту приходилось многих учить, даже и своего сына обучал. И это действительно действует. Очень хорошо позволяет чувствовать габарит. Итак, друзья, для того чтобы научиться нормально, полноценно сдавать задом и чувствовать габарит, нам необходима безлюдная улица, на которой также не будет и автомобилей. Наверняка вы знаете в каком районе есть такая улица, по которой ни людей нет, ни автомобилей нет. Вот на этой улице как раз нужно учиться. Я называю это упражнение «змейка». То есть вы включаете заднюю передачу, ориентируясь по зеркалам. То есть вы туда-сюда все зеркала успеваете смотреть. Если нужно повернуть голову, поворачивайте в нужный момент. Но я рекомендую строго по зеркалам. Правая, левая, центральная. Правая, левая, центральная. Вы смотрите в эти зеркала и начинаете сдавать задом. Не спешите. Начинаете сдавать задом от бордюра до бордюра. Делаете «змейку». То есть вы должны проехать от одного бордюра до другого, от одного до другого, от одного до другого. И вот таким вот образом вы должны передвигаться. Если вы новичок, я имею в виду вообще как бы только обучаетесь вождению автомобиля, то я рекомендую это делать даже и на передней передаче. То есть движение вперед. Вы, во-первых, научитесь правильно перебрасывать руку, то есть управлять рулем. Поначалу это будет медленно, а потом это все будет ускоряться и ускоряться. То есть вы уже начнете потом вращать руль одной рукой. Я так научил многих То есть рука лежит просто на руле И вы вращаете вот так вот руль Получается управляете только одной рукой Очень удобно это даже при движении назад Так вот, если вы несколько раз сделаете это упражнение Именно змейка Вам достаточно всего лишь 200-300 метров проехать несколько раз По одному и тому же маршруту змейкой Как вы уже начнете чувствовать габарит Поверьте мне, это все очень просто После того, как вы почувствуете вправо-влево Когда вы вращаете руль и управляете именно змейку делаете Вы уже будете свободно передвигаться на задней передаче Надеюсь, друзья, этот совет для вас оказался полезным И Сергей Васильевич теперь научится сдавать задним ходом Обязательно ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал И не забывайте нажать на колокольчик Чтобы не пропустить следующее видео Будет еще всего много интересного Всем пока!